ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ Виктория Скок! Ваши самые громкие аплодисменты! 1 метр 40 сантиметров. Такой размер у самой длинной косы Дона. Ее обладательница Виктория Скок волосы растит со школы. Победа в конкурсе неожиданной для девушки не стала, но порадовала. Удалось обойти сильных конкуренток и получить достойные призы. Серьги ручной работы, билеты, косметика. Конечно, довольна. У девочек тоже потрясающие волосы, длинные, красивые. Конечно, сложно. Еще сложнее была самая юная участница. Дане Бениной всего 5 лет, но собственные волосы уже предмет гордости. В планах у Даны попасть в книгу рекордов Гиннесса за самые длинные локоны. Поэтому за ними она тщательно ухаживает. В этот раз также отметили обладательниц самых густых и самых крепких волос. Организаторы обещают, в следующем году конкурс будет еще масштабней. Губернатор Василий Голубев провел заседание Оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира по футболу. Один из главных вопросов – текущее состояние основных объектов. Строительство аэропорта Платова идет строго в соответствии с графиком. Общая готовность – 65%. Готовность Ростов-Арены – 70%. Одна из проблем, на решении которой Василий Юрьевич акцентировал внимание строительства вертолетной площадки. В зоне строительства стадиона инфраструктуры проходит воздушная линия электропередач 110 кВт. Расположение воздушной линии нарушает требования в части безопасности выполнения взлетно-посадочных операций вертолетов. В связи с чем невозможно завершить проектные работы. Особое внимание уделили проблеме строительства гостиницы «Хаят». Отставание от графика работ в 13 месяцев связано с проблемами финансирования. Сейчас этот вопрос решен, и на участке уже начались строительные работы. Реконструкция Ворошиловского моста идет в соответствии с графиком и завершится до ноября текущего года. Стартовала масштабная реконструкция улицы Станиславского. Ее планируют завершить к маю 2018-го. В рамках реализации проекта предусматривается капитальный ремонт и переукладка существующего трамвайного пути, переустройство контактной сети, устройство сети уличного освещения, вариантное устройство плиточного покрытия проезжей части, тротуарных частей, велосипедных дорожек, устройство системы дождевой канализации, частичное переустройство инженерных подземных коммуникаций, попадавших в зону реконструкции работы. Поднимался вопрос дефицита бюджета по капремонту некоторых жилых домов в центре города. Одно из решений Виталий Кушнарев предложил убрать эти дома из плана по ремонту. Ответ губернатора был однозначным. Сокращать план ремонта не будем, финансирование остается. Даже по фасадам зданий и крышам есть поручения, в которых записано в ходе исполнения бюджета со сроком после 1 апреля рассмотреть вопрос о продолжении этой работы, если будут деньги, будем продолжать финансирование. 21 февраля на заседании законодательного собрания Ростовской области будут принять решения. И Ростову на этот год будет выделено не менее 5 миллиардов рублей. По итогам заседания выделили главные задачи – идти четко по графику и оперативно решать проблемы, тормозящие работу. Все 13 рабочих групп, созданных в правительстве области и, соответственно, другие рабочие группы, комиссии, комитеты, межведомственные рабочие совещания, которые занимаются подготовкой, должны исходить прежде всего из того, что отдельное внимание требует вопроса, которые попадают, например, в зону риска или отстают от графика выполнения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова